И мы стоим на пороге сегодняшнего дня, а сегодня мы получим Тору. Написано, что человек в этот день получает духовную судьбу на следующий год. Не физическую, а духовную. То есть то, что мы получим в плане материальном, мы уже решили в Рошошана. А вот сейчас нам решается на небе, сколько будет выделено Торы, сколько духовности. А это жизнь. Это и есть жизнь. Обратите внимание, у нас есть три всего праздника. Пейсах, Шсухот и Шавот, которые Тора сказала, что я хочу, чтобы ты пришел, если ты уйдешь в возможность в храм. Или, по крайней мере, выделил эти праздники. Это праздники регалим, которые в ходьбе регалим шагают, все идут. Поэтому, еще раз говорю, если у кого-то есть возможность, он обязан в этот день быть в Иерусалиме. Что произошло? Обратите внимание. Ведь чего мы радуемся? Мы отсчитали дни, сейчас идем к дарованию Тора. Отпусти народ мой, чтобы он служил мне. Да, и вот народ был отпущен, пейсах закончился. И, наконец, мы пришли к цели. Цель это, чтобы он служил мне. Быть свободным, значит, написали мудрецы, обладать какой-то самостоятельностью внутренней. Ставить перед собой цель какую-то. И, несмотря на все трудности, к ней идти. И вот, если вы обратили внимание, эта идея очень выражена знаменитым изречением мудрецов, комментирующих слова, начертанных написанных. Харут на скрижалях. Читайте не начертанных написанных. А херут, свобода. Ибо, что такое свобода? Знаете, как писал Марк? Свобода это осознанная необходимость. Это немножко так. Свободен, написали мудрецы, но по-настоящему свободен тот, кто занимается Торой. Почему? Потому что Тора это цель. Содержащийся в этом изречении вообще парадокс, это парадокс вообще свободы. Тот, кто не занимается Торой, у кого нет Торы, не может прийти к самостоятельной жизни. Вот, например, как ты занимаешься математикой, если тебя даже не познакомили с цифрами. Ничего не меняется у такого человека в жизни. Такой человек, по-любому, вы даже выйдли из любого, какой-то победа, вышли. Обратите внимание, это много в советских странах, постсоветских, произошло. Свобода, подъем, все. А куда идти, не знают. И когда не знают идти, обязательно вернутся в рабство. И это и произошло. Невозможно только куда-то бежать. Надо бежать, в смысле, нельзя бежать только от чего-то там, от рабства, от Советского Союза, от еще. Надо идти куда-то. Вот должно быть направление движения. И вот если ты за Торой идешь, это так правильное направление движения. Обратите внимание. Исход из Египта, это первая часть, еще раз повторяю, первая часть вот этой вот свободы. И свобода не может проистекать из неприятия только, да. Написано было, бежал народ. Вот. Свобода, это еще и самостоятельность. Надо самостоятельно решить, что вот мы будем жить так, делать то-то. Обратите внимание, как сейчас. Вроде все правильно. Создано государство, например, Израиль. Но теперь половина бежит туда, половина туда, половина вообще не знает, куда бежать. На этом споткнулись многие страны и люди. Неудивительно, что в еврейской традиции вот эти 7 недель отсчета несут на себя отпечаток грусти. И напряженного ожидания. Потому что вышли, то мы вышли. Идти, то мы идем. И понятно уже, что и придем. Но что будет дальше, этого не знает никто. Поэтому наряду с отсчетом Амера должен быть еще и какой-то другой счет. Счет нашим надеждам. Мы не просто так считали 49 дней. Мы надеялись, что что-то в конце изменится. Это счет надеждам подготовки к получению Торы. Ведь только получение Торы позволяет завершить праздник начала. И когда еврейский народ получил Тору, она стала его только компасом. Только компасом. Но без компаса ничего невозможно. Надо иметь компас, куда идти. Несколько слов о Шавоте. Поскольку в Шавоте родился и умер царь Давид. Чтение Тигелим в этот день написали каббалисты. Имеет громадное значение. Вообще пишут, что прочитать целую книгу Тигелима. Или два раза прочитать до праздника. Это вообще великая сгула. И многие так делают. В Шурханарух от Великого Арии написаны следующие слова. Что тот, кто вообще не ложится в эту ночь. И занимается Торой. Только занимается и не ложится. Может спокойно спать остальные дни года. И с ним ничего не случится. Но это должно быть каждую минуту не отвлекаясь. Мы читаем 10 заповедей в этой недельной главе. В Шавоте. Простите. В Шавоте. Написано, что каждый человек. Мальчик, маленький, дети, девочки, взрослые. Все должны услышать. Это большое-большая сгулота. Когда открывается Арун Кодыш. Когда выносят Тору. И когда начинают читать 10 заповедей. Закончив их читать. Написано, что человек может своими словами обратиться к Богу. С просьбой получить очень большие преференции. Написано, что этот праздник очень серьезный для тех, у кого легкие больные. Да, как ни странно. Написано, что правильно проведенный Шавот помогает излечению легких. Единственная радость, которая еще раз заповедана в этот день. Это радость. Человек в этот день должен быть, не правильно сказал, обязан быть радостным. Он обязан, он был радостным и обязан не морочить голову никому не в голову. И запомнить. Бог дал нам Тору, чтобы дать шанс стать соучастниками творения. Вот поэтому это самый великий праздник. Браховат слуха.